Это директор по маркетингу UDS Калашников Станислав. Ваши аплодисменты! Всем-всем добрый вечер. Да, я немножко волнуюсь. Я человек простой, вышел и рассказываю. И давайте же как бы начнем с этого. Рассказывать на самом деле тяжело после выступления Айрата и Сергея, потому что они столько всего презентовали. Наверное, удивить вас уже будет не так сильно, как я планировал. Не смогу так удивить. Так что давайте начинать. Первое, что я бы хотел сказать, это 20 миллионов кастомеров. Все вы эту цифру видели. Давайте поаплодируем, потому что без вас этой цифры бы не было. Еще я хочу, чтобы вы сейчас подготовились. Так тоже взяли ручки, ладошки, потому что здесь присутствуют команды разработчиков. Об этом мало кто говорит, а это очень важно. Я бы хотел, чтобы вы им поаплодировали, потому что для них эти аплодисменты очень будут ценные. Но так как у меня тоже тайминг, я не буду затягивать. Давайте же все-таки начинать. 100 плюс экспериментов. Когда до этого я был на дне рождения компании в Турции, мы все время показывали баннеры красивые или какие-то эксперименты, которые принесли достаточно большой профит компаниям. И всегда говорили, когда же это будет, когда вы же закончите тестирование и впрод это запустите. Так что на итогах года я подвожу итоги того, что мы сделали, и то, что уже реализовано. И немножко в дальнейшем вторая часть будет расскажу о наших планах и какие эксперименты мы еще будем проводить. Первое, что хотелось бы отметить, это долгожданный автоматический рубрикатор. Во многих городах он уже появился, вы видите, как он работает. Но самое главное, я хочу сказать, в дальнейшем, вот чуть-чуть потом подальше будем разговаривать, я скажу, что мы уже его даже улучшили. И то, что планируется с ним сделать. Все видели рубрикатор в крупных городах? Как он вам? Ну, интереснее стало смотреть какие-то компании, какую-то большее, получать информацию. Там об отзывах, да, очень важно, наверное, когда смотришь, после заполнения рубрикатора, что отзывов в компании было 16 тысяч. И ты понимаешь, насколько же это все круто работает. В данный момент рубрикатор позволяет вам быстрые какие-то экшн-действия сделать. Это посмотреть, сколько баллов, какой у вас кэшбэк там находится. Но мы хотим это тоже расширить. В дальнейшем там, где у вас находится балл, будет кнопка сразу рекомендовать и получить дополнительные баллы. Там, где у нас кэшбэк будет написана, прям вся система лояльности, на каком уровне вы находитесь. Это тоже интересно. И вот следующий момент, когда мы запускали рубрикатор, некоторые говорят, что а вот в нашем городе он не появляется, потому что условия для рубрикатора, это, наверное, все знают, там три компании и больше, чтобы он появился. И когда мы его делили на салоны красоты, на стоматологии, на какие-то медицинские услуги, в городе просто это не набиралось. Мы учли эту обратную связь. Теперь, если в городе не набирается нужная категория, она будет объединена. Допустим, это будет находиться красота и здоровье. И точно она все равно автоматически появится. Только там будут общие компании. Теперь, что хотелось рассказать подкапотное пространство. Это, как вы видите, то, что у нас к одной компании могут привязаны быть несколько тегов. И если в первом случае это тег категории, то есть это цветы, цветочные магазины, то, как вы еще заметили, там есть какие-то 8 марта, 14 февраля. Что это такое? Это подборки предложений, которые будут появляться, тематических подборок предложений, на которые мы будем отправлять пушки по городам. То есть это поможет вам, допустим, перед 8 марта выбрать цветы, ювелирку туда будет входить, то есть делать какие-то подарки. Как вы видите, это также работает с торговыми центрами или какие-нибудь... Вот сезон шашлыков, пожалуйста, там будет большая информация, там, где можно купить мангал или мясо заказать. То есть это очень классное нововведение. Мы в некоторых моментах их протестировали и дают хорошие достаточно результаты. Следующее — это еженедельные предложения. Еженедельные предложения теперь тоже в некоторых городах уже появляются. Что это значит? Мы берем стак компаний, которые находятся в том же самом рубрикаторе, и 5 компаний постоянно добавляем еще в другой, в основной такой блок. Это пользуются спросом. То есть мы смотрим в компании, в которой совершается больше всего покупок, мы хотим больше о них рассказать, и они автоматом тоже появляются в некоторых уже городах. Я думаю, в течение полгода это вообще вся система заработает и будет везде во всем UDS. То есть это то, что позволяет принять решение новым пользователям. Это то, что, наверное, вы хотели давно, чтобы это происходило. И проводя эксперименты, если мы раньше проводили эксперименты только внутри своих команд, как вы сейчас заметили, мы, наверное, много экспериментов с партнерами уже начинаем проводить, и некоторые партнеры видят результат, некоторые партнеры помогают закрывать какую-то даже сделку. Это классно, это действительно классно, потому что все это прям работает очень мощно. Истории компаний. Мы показывали, как это может быть, как мы делали на ферме с оленями, как это круто мотивировало людей, когда они получают больше информации. Ведь есть такая, наверное, пословица, все знают, да, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И поэтому это тоже классно работает. И мы запустили такую механику. После мероприятия, я думаю, в течение двух-трех дней у нас выйдет пост, куда вы сможете написать нам письмо, что вы хотите, чтобы по вашей компании разместилось, ну, сториз вашей компании разместился, где сможете рассказать об этой компании больше. Я тут несколько примеров просто приготовил, как это сейчас работает. Это цветочный магазин. Вот они к 14 февраля сразу подготовили, где можно заказать букет. Нет, ты видишь, как это выглядит, видишь, что есть сертификат в этой компании, ты сразу же его получить можешь из этого сториз, не являясь там участником этой компании. Вот. Магазин, допустим, классная одежда, Петерсон Корнер. Они рассказали, что у них превосходные ткани, какие костюмы. Это тоже мотивирует прийти туда без какой-то дополнительной скидки. Потому что, наверное, все, ну, как бы согласятся. Система лояльности — это очень круто. Она помогает и вернуть, и пригласить. Но также классно, когда вы рассказываете о бизнесе, и обычные клиенты приходят, потому что этот бизнес их заинтересовал. Потому что они, как бы, видишь, ценность этого бизнеса и приходят туда, чтобы стать вашим участником. А в дальнейшем уже система лояльности их мотивирует вернуться снова. Вот. Это пример вот мебельного магазина. Четвертое. То, что мы говорили и тестировали, это конкурсы. Кто-нибудь в конкурсах участвовал? Видели их в UDS? О, да. Это классная механика. Я скажу так. Когда мы только начинали запускать этот конкурс, на первый конкурс у нас ушло порядка, наверное, двух недель, чтобы только понять эту механику, как его запустить, как это презентовать, как это все сделать, то теперь это гораздо легче делается. Об этом тоже дальше я расскажу. Теперь мы подготавливаем материалы для конкурса какие-то дополнительные. То есть сами готовим посты, которые вам отсылаем. Вы там только числа меняете и, допустим, список призов. И мы сами отправляем по них пушку, сами делаем ротацию этих конкурсов. И за менее чем, ну сейчас уже за более чем два месяца мы уже запустили 15 конкурсов. И теперь, научившись их запускать, мы их можем запускать за два дня. То есть все, вам пришла идея, вы какие-то компании там собрали, пишите нам, в течение двух дней уже будет готово, все размещено, и конкурс можно стартовать. И я вот у СССЭК спросил некоторые цифры, которые мы не можем получить, так как мы все-таки не модерируем эти конкурсы. СССЭК прислал, что вот две недели, получается, проходил этот конкурс в ЛНД, десять компаний приняло участие, и выручка компании именно с конкурса стояла миллион шестьсот тридцать две тысячи. Еще я скажу, что не только компания, это интересно и пользователям, потому что они очень активно заходят, очень активно участвуют, и вы можете спокойно выбрать эти компании и написать об этом. Вот мы чуть-чуть попозже тоже после мероприятия выложим информацию, как это сделать. Пятое. Это реклама на телевидении. Ее никто не ждал. Мы выпустили ее быстренько, да, и протестировали на некоторых городах на эту рекламу на телевидении. Она была направлена на скачивание приложения, то есть для конечного пользователя. И я попрошу ролик быстренько поставить, чтобы все вспомнили, как он выглядел. С приложением UDS ты получаешь еще больше за те же деньги. Больше индивидуальности среди подруг, больше любимого напитка, возможность удивить больше обычного. Скачивай приложение UDS и получай стартовые баллы в каждом заведении. Да, классный профессиональный ролик, но мы задумались о том, что еще эти ролики доработать, и в течение года выпустить ролики, направленные на функционал приложения в сторону предпринимателя, в сторону владельцев бизнеса. Как-нибудь вы их увидите, когда их сделают. То, что мы на этом не только останавливаемся на клиентской части, а еще и для бизнеса делаем. На этом у меня первая часть закончилась, когда мы отчитались, то, что мы запустили, и то, что сейчас работает. Давайте перейдем к планам. Планы — это то видение, в каком направлении мы будем двигаться. И часть направлений уже сейчас прорабатывается. Ну, чтобы вы знали, как будет дальше развиваться именно клиентское приложение UDS App. Первое — это кастомизация модулей. Ну, это сложное название. Меня просили там сложных названий их не писать, но я написал, что кастомизация модулей. Почему? Потому что дальше это все объясним. Вот. На примере просто картинок, потому что я люблю картинки. Мы все видим, как сейчас выглядит, допустим, карточка компании с фотографией. Вы можете поставить чекбокс, у вас есть красивая фотография, сказать, я хочу сделать акцент на фотографию. Все, у вас большой красивый модуль, он изменил свой визуал и стал более красивый, как цветочный базар лофт, где букетики и слайдами ты переключаешь. Второе — это на примере, допустим, меню. То есть есть обычное меню, но у меня ресторан, у меня красивые картинки, у меня там, не знаю, дома в аренду сдаются, я хочу, чтобы это меню было более красиво, потому что я подготовил для него QR-код. Вот у меня такие потребности. То есть вот это пример, как может выглядеть модуль, когда вы ставите настройку, допустим, отображение в большом формате. Благодаря этому, я не буду останавливаться сейчас конкретно на всех модулях, как бы они могли выглядеть. Я просто хочу сказать, что это в дальнейшем позволит кастомизировать как и страничку приложения, так и ваш веб-сайт, исходя из ваших потребностей, сделать его таким уникальным, как вы это хотите. Ну, наверное, это круто. Следующее — это главный экран приложения UDS App. Это все-таки как наше лицо, потому что все клиенты, все предприниматели изначально скачивают приложения, смотрят, где они будут размещаться. Вот здесь как раз некоторые моменты, которые и вы давно просили, и мы потестировали. Я вам сейчас покажу, что в ближайшее, даже не в ближайшее время, какая у нас идея дальнейшего развития есть. Но в скором времени, я надеюсь, это все появится. Первый — это блок «Новые компании». Теперь они планируются не только в пушках, а еще и как отдельный блок, потому что пушку можно спахнуть, и вы не увидите. И самое, что, наверное, правильное, это, скорее всего, оно будет работать через кнопку. То есть у вас в консоли администратора будет кнопка «Когда нужно разместить эту информацию о вашей компании?» Потому что, может быть, она не была до этого заполнена. Может быть, какое-то нужно время для заполнения прайса. Вы нажимаете, она у вас в дальнейшем должна появиться будет. Второе — это сертификаты. Мы очень много проводим опросов наших пользователей, что бы они хотели видеть в UDS. Хотели бы они получать пушки, допустим, общие. Не напрягают ли их пушки или, допустим, не отключают ли они их. И 78% опрошенных, опрошенных было очень много, там порядка 200 тысяч пользователей, 78% сказали, мы хотим видеть сертификаты. Мы хотим, чтобы они располагались и не только от моих компаний, от всех компаний, потому что это интересно, это дополнительный источник их мотивации взять сертификат, прийти в компанию, его потратить. То есть появится блок «Забрать сертификат», и сейчас есть такая галочка в сертификатах «Икспользовать в маркетинг-целях». Мы его сейчас тоже в некоторых местах уже забираем. Такие блоки уже тестируются в некоторых городах. То есть они должны появиться во всем приложении. И мне кажется, вот это очень классная штука, которая повысит продажи, потому что в среднем, если посмотреть на количество людей, которые получили сертификат, увидели его и потратили, то это большая достаточно конверсия. До 20-30 даже процентов от просмотра сертификатов реализуется. Четвертое — это акции. То есть многие сейчас размещают новости, там минус 30% на какой-нибудь стейк, или вот у нас сезонная распродажа, готовься, ты можешь получить скидку 50%, потому что у нас сейчас какая-нибудь акция там проходит. Мы тоже, вы сможете нажать галочку, отправить эту новость на модерацию, и мы ее разместим на главном экране. То есть если она действительно проходит, это сделано для того, чтобы создать некого рода, некого рода такую культуру общения, что ли, с пользователем, экосистему даже, где он сможет находиться, где он сможет каждую неделю видеть обновления, где ему будет интересно открыть приложение, чтобы какую-то информацию дополнительную получить. И блок «Расскажем о вашей компании» это тот блок, который ведет на истории. Почему это нужно сделать? Потому что мы сейчас тестируем их через стандартные механики. Мы даже не говорим, что есть эти истории, но тот, кто видит истории, где-то в процентах 30 они становятся участниками этих компаний, и из этих 30% половина приходит и пользуется этой услугой, потому что они вступили обдуманно, они вступили просто из-за скидки и их что-то привлекло, потому что очень часто в этих историях мы не говорим ничего о выгоде никакой, мы просто рассказываем о плюсах предпринимателя и его бизнеса. И это классно, это классно, что теперь есть площадка, где каждый предприниматель может рассказать, какой крутой ресторан, какую он крутую террасу сделал, или там салон красоты, какие у них классные мастера, допустим, и какие услуги они делают, а еще вот мы поставили вот такое супермассажное кресло. Может быть, это кого-то и мотивирует прийти просто для того, чтобы воспользоваться этими услугами. И теперь еще один слайд, как может это выглядеть в дальнейшем. Я не говорю, что это конечные макеты, это просто наше видение, я постарался эти картинки составить, исходя из своего опыта, как может выглядеть это в дальнейшем. То есть, как мы видим, слева у нас приложение, как есть сейчас, и вот уже под ним, под моими сертификатами, будет новый блок, где ты сможешь посмотреть вот эту дополнительную информацию, выбрать какой-то сертификат, потому что многие переживают то, что приложение станет громоздким, и оно будет не совсем интересно некоторым пользователям. Как, допустим, в ВКонтакте заходишь, я сейчас захожу и вообще там теряюсь. Поэтому мы разделили логически все эти блоки, и тем, кому действительно интересно посмотреть, интересно что-то выбрать и почитать, они спокойно скроллят, и уже для них полностью информация вся размещена в этом приложении. Но тестируя все это в данный момент, потому что мы это уже тестируем все, и я могу сказать, что вот это именно изменение самого приложения UDS App, оно достаточно скоро уже появится. Я не говорю, что он появится в ближайший месяц, но достаточно скоро, потому что все мощности для реализации у нас есть. И тут встает вопрос, а сколько это вообще стоит? Сколько будет это стоить, потому что это действительно генератор трафика, и хороший генератор трафика в хорошем смысле этого слова. То есть сколько это стоит? Будет на первоначальном этапе стоить ноль. Так же, как и автоматический рубрикатор. Почему ноль? Это не для того, что мы хотим как-то вот прям, точнее, ноль стоит не для того, что мы хотим на этом заработать, а мы хотим, чтобы вы от этого кайфанули. Прям вот именно кайфанули, посмотрели на этот результат, зарядились им. В дальнейшем может быть какая-то там система монетизации, где мы можем компанию поднимать выше или куда-то ниже. Но в самом начале мы хотим, чтобы вы действительно прониклись этим функционалом и возможностями, которые мы предоставляем. Это вот действительно новое какое-то направление, которое будет интересно и вам, и предпринимателю, и конечному кастомеру. Так, на этом у меня тоже все на идеях. И теперь перейдем, наверное, к самому интересному, что объявил Сергей. Это маркетолог. На час, день, год или же цифровой помощник маркетологу. Тут тоже не все так просто, потому что, когда мы его объявляли, мы видели конечную цель. Когда я вообще пришел к ребятам, я говорю, знаете, какая классная штука есть. Это цифровой маркетолог. Мы можем его сделать. Они говорят, у тебя есть задача? Я говорю, лучше. У меня есть рисунок задачи. Конечно, это как бы после этого рисунок уже идет в блок-схему, которая... Сейчас не задумывайтесь о том, что там написано, потому что это действительно сложно и будет интересно дальше. Когда мы эту блок-схему разрабатывали, мы предпринимателям отправили материалы, чтобы они поучаствовали в тестировании. Эти материалы были вот такие. Давайте там после оплаты он не приходит больше 30 дней, проверить тех, у кого остаток больше 50 баллов. Они говорят, ну, блин, это круто звучит, но все равно сложновато. Все равно сложновато. И мы нашли решение. Решение есть. И давайте посмотрим на примере того, как мы сейчас это тестируем. Это я хочу возвращения клиентов. Я хочу, чтобы клиент, который совершил одну покупку раз, к ней пришел второй раз. Мы долго думали, как сделать так, чтобы предприниматель, видя эти все цифры, понял, как это работает и запустил. В итоге от цифр решили отказаться и сделал всего одну кнопку. Запустить. То есть вы заходите, есть раздел. Есть раздел, хочу вернуть клиентов. Все, запускай, запускай раздел. Как это будет выглядеть? Примерно. Я нажимаю запустить, и у меня есть уже предустановленные настройки. Сейчас я скажу, что мы эти настройки, почему он задерживается, почему он не вышел в релиз быстро, потому что мы решили от предпринимателей сразу готовый результат вот этих всех настроек выдать. Поэтому мы сейчас все бизнесы таргетируем и тестируем внутри них, как работают те или иные настройки, чтобы уже выпустить готовые схемы такие. Да, тут уже все настроено. Вы можете, конечно, их руками поменять, но, наверное, не будет необходимости. Я нажимаю все создать, и у меня появляется виджет. То есть у меня на экране появляется виджет на главном экране. Сколько процентов, допустим, пришло, используя вот эту настройку, там другую, потому что она будет сегментирована на несколько уровней. Нам нужно показать бизнесу, что смотри, мы сейчас это все запустили, но несмотря на твою сезонность, половине, ой, 30 процентов, мы ничего не назначили. Чтобы ты не говорил, ой, это у меня там акция какая-то, вот они все пришли. Нет, 30 процентов, допустим, ничего не будет назначено. Другим 30, там, 150, другим 30, 250. Система это сама все автоматически делает и выдаст результат в конверсию. То есть он будет смотреть, ага, вот мне 150 устраивает, 250 это немножко много, я его зафиксирую. Все, нажимает кнопку фикса, и система дальше уже не по 30 процентов, а всем отправляет. Это также будет удобно сделано, допустим, для той же самой записи онлайн. Когда он записался, все, пришел, ему через две недели, хоп, просто сообщение пришло. То есть это будет в разных сегментах, это я сейчас показал на одном примере возврата, то есть это будет в нескольких сегментах, и вы сможете использовать как на повторную покупку, так и на увеличение среднего, допустим, чека, либо же там на рекомендательную систему, то есть и будет модуль. Это все, что касается цифрового маркетолога. Ну и в заключении, я хочу сказать, опять вернуться к этой цифре, это действительно для нас и, наверное, для вас, это покорение новых вершин, которые компания совершила. И вместе с вами мы готовы гораздо на больше. У нас есть для этого все. И, наверное, вот эти, точнее, итоги года, это показало, кто на самом деле видел, чтобы на итогах года столько всего анонсировалось и было сделано. Знаете, мы работаем все в одном офисе, мы все в одном офисе работаем. Я как бы знаю, какие задачи кто делает, но когда мы начали репетировать презентации по итогам, я смотрю, думаю, пипец, ну как, откуда вы гевалит, почему я там, не знаю, говорит, ну это там, типа тебя же не касается, пока мы это все придумаем, а запись откуда? Я понимаю, насколько за год компания сделала вообще какой скачок просто гигантский. Представьте, вот за этот год столько всего мы переработали. Да, и это все благодаря той энергии, благодаря тому коллективу, который собирается, благодаря вам. Я не знаю, как мы на следующий год будем это собирать, насколько там презентация это будет растягиваться, потому что, ну, это просто крыша с носа. Мне прям нравится. Спасибо Славе за такую представленную возможность работать в таком коллективе. Мы прям любим это. классно, классно все, прям дружная семья. Еще то, что показалось за этот год, то, что партнеры вот лично для меня стали, как я в первый раз говорил, больше такой семьей, с которыми я прям общаюсь. Да, Юлечка, я прям тебя обожаю. И так вот иногда прям хочется сказать, ну не пишите там, можно вот это, напишите, Стасян, давай, давай, вот это запустим. А то же всегда такое прям, а вы можете вот это сделать? Давайте просто быть больше семьей, и вы можете всегда мне написать, сказать, Стасян, давай вот это сделаем, давай вот это поэкспериментируем. Я всегда открыт к вашим пожеланиям, и мы все с вами сделаем. Ну, на этом спасибо большое за внимание. С вами был Станислав.